На Дальнем Востоке необходимо создать товарно-сырьевую биржу. Об этом в рамках сессии ВЭФ «Большое евразийское партнерство пути экономического развития» говорил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сегодня торговать биржевыми товарами, выходить на международные торговые площадки российскому бизнесу затруднительно. Да и расчеты происходят в валютах недружественных стран, в то время как торговый оборот между Россией и странами Востока растет. Нефть, газ, на Дальнем Востоке соя, минтай, крабы. Для того, чтобы удобнее было этим торговать и цена формировалась более выгодной для российских производителей, чтобы мы ушли от зависимости от одного или нескольких ограниченного количества покупателей, нужна биржа. Пример – товарная биржа Санкт-Петербурга, у которой есть соответствующий опыт, считает Ведяхин. При этом важно, чтобы площадка была максимально близко к месту торговли и конечному потребителю. У Дальневосточной товарно-сырьевой биржи будут и свои преимущества. В частности, биржевым товарам не придется пересекать российскую таможенную границу. То есть, словно говоря, рыбу добыли и тут же отгрузили, отторговали без поставки ее в Россию и тут же отправили ее, допустим, в Китай. И это дает большой плюс для всей логистики. Во-первых, это быстрее. Во-вторых, товар становится дешевле. И в-третьих, это снимает огромное количество логистических проблем, которые таможенных историй, которые постоянно возникают. Первый заместитель председателя правления Сбербанка также оценил перспективы российской валюты во внешней торговле с дружественными странами, как большие. На самом деле, рубль – одна из самых свободно конвертируемых валют среди дружественных стран. У нас так удачно сформировано регулирование рубля именно как валюты, что он может быть одновременно и офшорным, и аншорным, и можно торговать, он может находиться у нерезидентов и так далее. У рубля очень большие перспективы, чтобы быть одной из главных валют в расчетах, уверен Александр Ведяхин. Ирина Шилина, Татьяна Полищук. Новости на Восьмом.